Школьный секрет В Березняках прошла первая региональная конференция по теме охрана труда, социальная ответственность бизнеса. О проблемах и достижениях в этой важной сфере говорили сотрудники силовых структур и воспитатели детских садов, представители крупнейших предприятий края и представители малого бизнеса. О итогах конференции в репортаже наших коллег с телекомпанией Березники ТВ. Представьте, что сегодня у нас 7 ноября и на самом деле только за один сегодняшний день, это просто голая статистика, получат смертельную травму погибнуть на производстве 11 человек в России за сегодняшний день. Не лучше ситуация и в мире. Так, в Европе за один день на производстве погибает 15 человек, а в США 16. О том, что необходимо сделать, чтобы избежать травматизма и смертности на производстве, говорили на конференции в Березниках. Охрана труда является одним из приоритетов региональной политики в области промышленности и безопасности территории Крымского края. И то, что мы организовываем первый такой региональный форум по охране труда, по социальной ответственности бизнеса, это наша попытка, прежде всего, собрать общий опыт, лучшие практики, которые у нас существуют на территории Крымского края. Конференция такого масштаба организована впервые. Березники выбраны местом ее проведения не случайно. Именно здесь находится главный промышленный узел региона, в который входят предприятия, считающиеся лидерами внедрения технологий в области защиты труда. Мы совместно с правительством Крымского края выступили инициаторами организации первого такого мероприятия. Эта площадка дает возможность поделиться опытом среди предприятий нашего края. Не секрет, что в нашем крае сконцентрировано огромное количество очень мощных и зачастую уникальных предприятий, которые в своей отрасли единственные в России. Проблема есть, ее надо решать, с ней надо бороться усилиями всех и надзорных органов, и органов исполнительной власти, и самих работодателей, и работников, и профсоюзов. Поэтому задача общая стоит перед всеми. Около 200 специалистов по охране труда со всего Пермского края приехали в Березники, чтобы не только обсудить проблемы, но и поделиться опытом, узнать у коллег что-то новое и интересное. Я знаю о том, что будут изменения в законодательстве и по процедуре этого процесса, и по порядку, и вот сейчас услышал я то, что хотел услышать. Общая информация, состояние дел с травматизмом в крае, это всегда ведь, тем более пообщаться с коллегами, раз в год получается. Так что вот так. Все участники региональной конференции сошлись во мнении, что такое общение крайне важно и полезно. Так что конференции по охране труда станут теперь традиционным ежегодным мероприятием. Андрей Медяников, Александр Якушев. Наши новости. У каждого из нас есть так называемый свой скелет в шкафу, и по известным только нам причинам мы не хотим его открывать. Но если наш маленький секрет касается только нескольких участников, то правильно ли скрывать то, что касается более сотни человек? В нашу студию поступил звонок от обеспокоенного телезрителям. По его словам, у здания школы номер один в прошлые выходные находилась пожарная машина и что-то дымилось в спортивном зале. Мы решили узнать, в чем причина и все ли в школе в порядке. Для этого мы обратились к директору школы номер один Людмиле Менгазиевой. Людмила Николаевна, здравствуйте. Слышите меня? Слышу. Меня зовут Илона, телекомпания Соль-ТВ. Я бы хотела вас предупредить о том, что наш разговор записывается. Подскажите, пожалуйста, нас интересует информация по поводу возгорания на выходных в спортивном зале в первой школе. Можете прокомментировать? Ну, там задымление было у нас. Пожарные установили. Это замыкание проводки. А в какое время это было? Мы не можем еще определить сегодня основательно, пока ведется внутреннее расследование. Но определим. Вероятнее это было в ночь с третьего на четвертое. А что-то конкретно, кроме напольного покрытия, повреждено еще? Ничего. То есть только напольное покрытие в спортзале? Угу. Угу. Все хорошо, Людмила Николаевна, спасибо большое. По словам Людмилы Менгазевой, пострадало только напольное покрытие и никакого пожара не было. Юрий Шихов, заместитель начальника пожарной службы по Пермскому краю, в телефонном разговоре также сказал, никакого пожара не было, вызов был ложным. И действительно, когда наша съемочная группа приехала на место, то никаких следов произошедшего мы так и не увидели. Однако в школе, как оказалось, имеется второй спортивный зал. Увидеть последствия нам удалось только снаружи. Окна на втором этаже школы открыты, и оттуда четко виднеется обугленный канат. Сильный запах гари заставляет задуматься, а был ли вызов ложным. Краевые власти выделили 38 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья и капитальный ремонт домов. Деньги разделят между шестью муниципалитетами. Есть в списке городов и Соликамск. Деньги выделены в рамках программы «Достойное жилье». Сегодня на эти средства в Соликамске ремонтируют кровли, фундаменты, перекрытия и фасады. Какие новости еще привлекли внимание нашего редактора, смотрите прямо сейчас. Лучшее время для кофе-паузы. Кто-то любит выпить кофе по утрам, чтобы проснуться, некоторые употребляют его в течение дня, чтобы сохранять тонус. Есть и те, кто пьет горячий напиток вечером, чтобы не уснуть. Американские ученые выявили самый лучший момент для потребления кофе. Исследователи штата Мэриленд пришли к выводу, что лучшее время пить кофе между 9.30 и 11.30 утра, например, в 10.30. Именно в это время напиток лучше всего влияет на внутренние человеческие часы. Патриотические изменения. Президент России внес в Госдуму законопроект, который направлен на реализацию одного из важнейших принципов государственной политики в сфере образования – воспитания гражданственности и патриотизма. В рамках законопроекта предлагается вывешивать государственный флаг на всех общеобразовательных учреждениях в день начала учебного года, а также при проведении торжественных мероприятий. Законопроект также учитывает момент изучения государственного гимна, а именно торжественные собрания, открытия памятников и памятных знаков. Реанимировали реанимацию. Медики отделения реанимации Пермской краевой детской больницы смогут помочь большему количеству малышей. Все благодаря тому, что там была установлена новая современная техника и специальные койки. Такое обновление уже принесло первые результаты. За один месяц врачам удалось помочь 29 малышам, что в три раза больше показателей сентября. В основном отделение занимается лечением новорожденных, чья масса тела менее трех килограмм. На современное оборудование было потрачено 66 миллионов, но, как говорят Пермской администрации, это ничто по сравнению с ценой жизни младенцев. Паразит для насекомых. В рамках найденный в водопроводной воде Кунгура червь оказался безопасным для человека волосатиком, как утверждают специалисты. Волосатик паразитирует в наземных насекомых. Также они встречаются как лжепаразиты у рыб, улиток и мелких ракообразных. В организме человека беспозвоночное насекомое не паразитирует. Напомним, волосатика обнаружила жительница Кунгура, когда набирала ванну для купания. Оштрафованные управляшки. Управляющие компании Края были оштрафованы за неисполнение федерального закона об энергосбережении. К административной ответственности привлечены 12 компаний. Среди них есть организации из Краснокамска, Перми, Кизила и Березняков. Целикамских коммунальщиков в списке не оказалось. Штраф для каждой управляющей компании составил 20 тысяч рублей. Некоторым штраф выписан несколько раз. У природы нет плохой погоды. Эти слова Эльдара Рязанова знают все, но соглашаются далеко немногие. Так, например, даже небольшой дождь может внести коррективы в ваши планы. И чтобы не произошло непредвиденных ситуаций, надо быть начеком. Что готовит выходные с Оликамской погодой, расскажем после короткой рекламы. А в завершении выпуска вы увидите. Заслуженные награды. Какой повод собрал людей в форме в одном зале? Как спланировать свои выходные, подскажет Евгения Константинова. Звоните по телефону 707-83. В субботу 9 ноября в Соликамский днем плюс 3 градуса. Атмосферное давление 747 миллиметров, ртутного столба. Ветер южный 3 метра в секунду. Пасмурно возможен дождь. В воскресенье 10 ноября Соликамский термометр покажет плюс 4 градуса. Атмосферное давление 755 миллиметров, ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Облачно возможен небольшой дождь. Ну а теперь о погоде в других городах на выходные. Вчердные термометры покажут плюс 7 градусов. Облачно небольшой дождь. В Перми днем ожидается плюс 4 градуса. Пасмурно. В Губахе температура плюс 4 градуса. Облачно ожидается небольшой дождь. В Екатеринбурге днем плюс 4 градуса. Пасмурно осадков не ожидается. Их призвание служить и защищать ежегодно. 10 ноября начиная с 1715 года именно тогда Петром Первым была создана служба охраны общественного порядка. Сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Не стал исключением и этот год. Есть такая профессия родину защищать. Вот с такой поговоркой живет Константин Логинов. А служив в армии он решил, что не будет простым рабочим. С детства мечтал работать. Сначала получилось, что я служил в армии 8 лет. Потом пошел работать в милицию. Придя в 1999 году, тогда еще в милицию, он ни разу не пожалел. Здесь же на службе Константин встретил будущую супругу. Одинаковая работа не помешала личному счастью, говорит Константин. Наоборот, они друг друга понимают и помогают, если что. Служба в полиции стала семейным делом. Константин большую часть жизни носит форму. И вот сегодня на торжественном мероприятии ему вручили заслуженную награду. Мне очень приятно, что я получил эту награду. Всем спасибо. Тем более, данная медаль была вручена в такой торжественной обстановке. Это вдвойне приятно. Также в этот день медали за выслугу лет получили еще более 40 сотрудников полиции. Торжественное мероприятие проходило в преддверии профессионального праздника Дня сотрудников внутренних дел, который отмечается 10 ноября. В политехническом колледже, где проходило торжество, не только вручали медали. Наградой также стали благодарственные письма за хорошую работу. Конечно, в этот день не забыли тех, кого уже нет в живых. Их память почтили минутой молчания, а затем снова слова благодарности. Хочу поздравить личное дело, межмуниципальное дело Соликамский с Днем милиции. Пожелать счастья, здоровья, успехов в работе. Также поздравляю наших ветеранов. В первую очередь здоровья, удачи в личной и семейной жизни. И всего самого хорошего. Наша служба и опасна, и трудна. Как поется в песне из фильма, следствие ведут знатоки. Несмотря на опасности и трудности, полиция следит за порядком города. Но мы, в свою очередь, хотим также поздравить сотрудников полиции с их заслуженным праздником и поблагодарить за их нелегкий труд. Впереди два выходных. Проведите их правильно. Куда пойти, куда податься во время отдыха, расскажет Евгения Константинова сразу после короткой рекламы. А у меня пока все. Телекомпания Соль-ТВ желает вам интересных, полезных, а главное, хороших новостей. С вами был Александр Чуклинов. Увидимся в понедельник в 18.30 на телеканале «Звезда». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С планированной выходные это всегда хорошо. Меня зовут Евгения Константинова. Давайте планировать вместе. Если вам нравится смотреть на танцующие коллективы, то тогда приходите 9 ноября в Декабрь Каме. Там состоится конкурс «Удивительный мир танца». Начало в 12 часов дня. Приходите и насладитесь творческими выступлениями. В воскресенье. 10 ноября в Доме спорта «Калиец» состоится первенство по четырехборью «Шиповка юных». Вас ожидает бег, мытание ядра и много других испытаний. Приходите и окунитесь в мир спорта. Также в воскресенье. В 10 утра в 12 школе состоится чемпионат Соликамска по пару лифтингу среди мужчин и женщин. Вас ожидает захватывающее шоу. На этом все. С вами была рубрика «Дежурный выпуск». Хороших вам выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова